Друзья, всем привет! Нас сегодня пригласили в гости. Это село Сакмара Оренбургской области. Нас собралось около 10 машин. Температурный режим у нас минус 10, минус 15 примерно. Метет. Приедем в село Сакмара, познакомимся с ребятами, проедем по достопримечательностям села Сакмара, пьем чай, спускаемся в поля и полями уже двигаемся до города Оренбурга. Будет интересно, оставайтесь, смотрите до конца. Друзья, в предыдущем видео я вам показал, что я заменил заводской антифриз на антифриз от компании Синтек G12+. После замены антифриза на Синтек я уже катаюсь около 3 месяцев и заметил, что вентиляторы охлаждения двигателя стали срабатывать намного реже. Автохимия G11 и G12 несовместимы полностью. Для латунных и медных радиаторов подходит антифриз только G11. Друзья, предоставляю вам универсальный антифриз, не имеющий аналогов в России, который подходит для всех автомобилей, независимо от марок и года выпуска автомобиля. Это Синтек Мультифриз, совместим со всеми охлаждающими жидкостями. Общее расстояние от Оренбурга до села Сакмара примерно 20 километров. Синтек Мультифриз Приехали, знакомимся. Привет, Виталий. Доброго дня, Дима. Дима, Виталий. Привет, Александр. Приехали к вам в гости. Рассказывайте, какой будет план мероприятия у нас. Значит, план мероприятия такой. Сейчас двигаемся в сторону Салажданова. Получается, заезжаем на обелиск, где происходил соломышский бой. С него спускаемся, едем по полю, там Рублевая гора, где отдыхал Юрий Гагарин. И смещаемся на колхозные протопечи. И все по катушке. И через лес выезжаем на Триколинский мост. В полях снег есть у нас? Там. Да, то есть будет интересно. Все, погнали. Так, нам нужно повернуть направо. И ребята уже подсели. Сейчас попробуем мы с вами. Впереди, как я понимаю, наверное, стуковый автомобиль. У нас третья пониженная. Две блокировки у нас. Вот чем пониженная хороша, что запас мощности есть. Здесь получается бились как красные и белые. Здесь в этом месте армии Дутову было нанесется дружительный удар красной армии. Хорошенечко дали белым просраться. Пардон, в то время. В честь мне этого забыть. В честь мне этого забыть. Поставили обелиск. Поставили обелиск, да. Да, ухаживают за ним казаки. Сапмашки. Года два назад как они поставили, все сделали. Понятно. Так, все участники, кто приехал, все молодцы. Что выбрались, все молодцы. Так, начался в сторону той горы, где отдыхал Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Ага, вот я увеличил. Все, по снежному полю едем. Все. Друзья мои, какая красота. Буквально 20 километров мы от города. Так же и вы, если будет желание выехать за город свой. Может быть 50 километров вы проедете. И проедете, может быть больше. И попадаете в такой прекрасный лес. Заснеженный. У нас не так давно идет снег. Буквально может быть дней 10. И вот за 10 дней столько нападало снега. Так, ребята уже проехали. Мы сейчас их догоняем. Речка Сакмара. Проезжаем вдоль нее. Классно. С нами сегодня новые участники есть. Приехали на Опеле. А как мы поедем по ляме. Не сломаем ли мы баппера. Потому что свеса у них ниже. Все ребята, кто приехал. Выражаю огромную вам благодарность. Меня поддерживайте. Приезжайте, катайтесь. Узнаем много нового. Вместе с вами. Метров 200 пройти надо, да? До того места, где отдыхал Гагарин. Здесь установлен шлагбаум. Мы проходим. Очень здорово, что мы сегодня собрались. Вот такое место прекрасное. Выехали такой дружной компанией. Места чудные. Погода вообще великолепная. Прошли мы буквально метров 200. По лесной чаще. И вот это домик. Про который нам сейчас расскажут. Кедр. Ярзаря-1. Зажигание. Желаю вам доброго полета. Поехали. Где отдыхал Юрий Гагарин. Здесь стояли. Вот он стоял, где он отдыхал. Там речка. Там были лодки. На которых они плавали. Ну это у вас как? Достопримечательность какая-то музейная или нет? Ну да, они снимали видеоролик. Снимали, да? Когда был, юбилей. Ну понятно. Мы прибыли река Сакмара, правильно? Река Сакмара. Дальше вот. Слияние. Там слияние реки Салмыша и Ясырки и Сакмара. Там пляж идет. Там слияние реки Салмыша и Ясырки. Едем сейчас на пруд колхозный. Пьем чай. Так, мы стали разворачиваться. А снег это прилично в поле. Ну а пилек у нас немножко позатрел. Клеренс у него поменьше. И как раз нужно будет его вытащить. Трос динамический от компании АВС. Сейчас посмотрим, как он работает. Опель, через мягкий шакл будем цеплять? Да. Как раз. Так, человек первый раз с мягким шаклом. Клепля нашлась? Да. Пойдем. А у тебя вес машины какой? Две тонны? Да. Ты давай газуй, помогай. Видишь, он не едет. Надо дергать. Давай, потихоньку крути, а будет дергать тебя. Рывок. Вот. Надо больше рывка. Две тонны. Опель. Давай, давай, давай. Крути, верти. Ну что, динамка. Нормально работает. Удары не жесткие. Ну, нормально, нормально. Приключения у нас начинаются. Да, когда мы поедем по полям, тоже будет интересно. Ну, успели мы немножко побуксовать. Опель на автомате у нас. Ну, сейчас будем экспериментировать, будем его травить. Потому что, ну, клиренс, понятно, что клиренс пониже. И тяжело ему выезжать. Сейчас едем мы с вами на родник. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я тоже пока не травился. Ну, 2,1. И у меня резина-липучка. По-другому для диванных, кто говорит, что нет такой резины. Фрикционная резина для вас, ребята. Фрикционная резина. По-другому липучка. Кто понимает. Дорога на родник. У нас лежит вдоль посадки. А снега тут. Да, что-то прилично, ребята. Итак, УАЗ проехал у нас. Я тронулся тяжело. Пришлось вторая пониженная. Беже всего я заблокировал. И, короче, валим за УАЗом. Сейчас поснимаем, как ребята будут ехать дальше. Друзья, хочу разыграть трос, кто сегодня приехал и кто сегодня участвует. Потому что мы сейчас поедем в карьер. И нужно будет вам выбрать победителя, на ваш взгляд, кто лучше всего сегодня проехал. Может быть, это буду я. Я не знаю, как вы напишите. То есть вы укажите, пожалуйста, в комментариях, в сообщениях, какой автомобиль, на ваш взгляд, проехал лучше. Чем больше голосов будет на тот или иной автомобиль, тому я подарю динамический трос от компании АВС. Вот так вот наш путь пролегает. Говорят, здесь дорога есть куда-то туда. Сигайся, а где там дорога-то? Ух, тут как в стену. Так, у нас препятствия, мы не можем проехать. Сейчас Ниву выдернем УАЗом. Вот так вот, нашли мы приключения. Это как раз перемет получается. И надуло прилично снега. Отлично, отлично. Николай, конечно, красавец, вытягивается. Моща, моща. Это не родник, это здесь колхозный пруд у нас. Это, скажем так, бывшая территория Сокмарского рыбхоза. Вот, это искусственный здесь водоем. По весне люди тут складываются деньгами. Приезжают, чистишь шлюзы, чтобы вода заходила. Запускают сюда Малькаи и летом приезжают рыбачить. Я смотрю, большое, да? Это водохранилище? Да, да, да. Как бы эти водохранилища тут. Укажешь свое место. Каждый приехал там себе летом спокойно. Сел, порыбачил. Никто никому не мешает. Все культурно. Тут как бы то есть лишний там не заедут, чтобы там допустим, если ты рыбачишь, что-то не приехал, там разложился, там и музыка. Познакомимся с новым участником. Привет, как зовут? Здравствуй. Дима зовут. Вот приехал первый раз. Сообщество увидел ВКонтакте. Вот там ссылочка была. Прошел, посмотрел. Вот очень захотелось поучаствовать. Приехал первый раз на своем автомобиле на кроссовере. В принципе, все доступно, все нормально. Ну вот это Opel, да? Да, на Opel. Вот как раз сзади меня белый. Один раз заострял, ребята быстро вытащили. Большой низкий поклон. Все классно. Вот, можно покататься, приезжайте тоже. Понятно. Но у тебя полный привод, автомат? Полный привод, автомат, дизель, 184 силы. Никаких там ни понижаек, ничего нету. Приобрел автомобиль, да? Да, до этого был передний привод. Сейчас взял полный, поэтому захотел испробовать свои силы, силы автомобиля. Вот проверяю. То есть на полном приводе вообще это первый автомобиль? Это первый, да. Но для себя какие-то эмоции есть? Вот монопривод, полный привод вообще? Я когда сел на полный привод, я себе галочку поставил. На монопривод я дальше не прыгнул. Не, а самое главное, это когда снег выпал, да, из грязи, да? Ты начинаешь ездить и понимать, что машина это полный привод. Да, даже да, когда вот все шлифуют на перекрестках, ты нажимаешь на газ и просто едешь. Да, 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 полный привод это тело, согласен. Ну, молодца, поздравляю. Давай. Да, тут парня, подготовились серьезно. Сальцо. Да, чайку попить. Да, чайку, вот это можно до вечера оставаться. Со своими этой фигней, вот отойди отсюда. Сейчас разожгем уголь. Еще у нас сосиски, сардельки есть, чаек, так что процесс мы голодно не останемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробуем проложить маршрут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот сейчас заезжай, проезжай. И вон туда он выезд, видишь, есть. Летом вот здесь так выезжать. Да, сейчас вот опускаешься, и нам надо будет туда выехать. Давай попробуем накатать. Да, 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 да. И вот сюда надо будет выехать. Все, назад давай. Здесь мы в летнем периоде-то заехать не могли, если честно сказать. И назад съехать тоже нельзя много. Нет, здесь летом нам было тяжело, потому что грунт такой своеобразный здесь. Грунт своеобразный. Сейчас, может, подморозило, конечно. Молодца, молодца, вылез. На поджелике Николай. Какой силен. Дури больше, чем мы. Конечно, мощи столько. Без разгона пытается. Но без разгона очень тяжело. Ты смотри, легко, да? Да. А летом как мучились, помнишь, Коль? Когда мы выезжаем на покатушке, нам очень часто приходится травить колеса. Я использую автомобильный компрессор от компании АВС. Компрессор хранится в очень удобной сумке. На сумке находится шланг с манометром, сам компрессор АВС Турбо 75 литров в минуту, а также разные переходники для накачивания матрасов и мячиков. Одеваем крокодильчики. Компрессор готов к работе. Очень удобно травить колеса. Сейчас проверим, за какое количество времени накачает колесо. Ровно две атмосферы. Шикованная резина, узкая. Нет, в разбегу, Сай, так не выйдет. Нет, вот у него, смотри, Протекс-175, да, резина вот эта вот, родная, узкая, шипованная. Или давление высокое у него? Я смотрю, вот уже какой раз он, ну, сложно ему выезжать. Там еще и... Ну, руки-то еще нет. Давление, мне кажется, высокое колеса. Крик начинается от себя. Да, ему вот стравится. Да, вторая, газ-палас. Уже давить надо, дави, дави, дави. Вот, зацепой мал. Голосна. Так, это Миша у нас на Патриоте 735, госномер. Не забывайте голосовать за участников. Ух ты как, ух ты как. Тут два самоблока установлено. Давай, давай, цепляй, 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 цепляй. Вот, молодец, на опыте, на опыте. А вот теперь мы сейчас все будем перезаезжать. Все будем перезаезжать. Сейчас вот лед накопаем. А смотри, шипы, да? Молодец. Так, Дима, Шевроле Нива. Идим, с разбегу, с разбегу. Шиповная, госномер 612. В лужу в эту не заезжай лучше. Ну, а как ты без лужи? Сейчас как раз-то и будет интересно все. Санюх расковырял там. Я же почем, у него 75-й высота профиля. То есть ему статравится, будет он для Пехаса. Ну, молодец. Поджерик, Пенин. Ну, смело, 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 смело. Смело. 615-й госномер. Дастер у нас поедет. Шипы. Сделал лифт. 3 сантиметра, по-моему. 1,6 бежу. На езди. Гост номер Дастера 712. Не забываем голосовать за автомобили. Привет. Все, привет. Да, вот сейчас Алексей уже... Назад не вариант, деревья упирается. Он не провалился, и дерево под бампер попало. Нам нужно его немножко столкнуть. Толкнуть вперед. Нет, 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 не едет. Все, надо вытаскивать, да? Да, надо сюда. Лёх, там дерево не помешает. Как сложно, как сложно, да. На дерево наступить можно. Много завоняло. Видишь, как-то смотри. Да, что ты верли. Так, смотрите, а если вот так? В принципе-то... Да нет, дерево хигает. Так, нужно как-то его спасать. Мы два троса. Будет нас выручать динамка от компании АВС. Посмотрим, как все это отработает. За УАЗ сцепляем и вытаскиваем. Ну, потому что самостоятельно Дастер у нас пока не едет. Лёха, давай, Габуэ. Давай, давай, иди, пойдёт, пойдёт. Ну, неплохо. Динамка отработала, неплохо. Сейчас у нас едет не Вася, а Константин. Гост номер 866. Вот так вот, Нива, да? Вот так вот. Аж жар стал, окно открыл. Автомобиль. Нива 939. 175-я резина, шипы. Сзади самоблок. Вообще легко, вообще легко. Сейчас посмотрим, как заедет у нас УАЗ Патриот на механике. По-моему, электронных помощников у него нету. Резина стандартная, шипы. Ну, давай, удачи. Вроде хода есть. Ну, давай, красавца. Легко, легко. Молодец. 452-й. Патриот. Так, последнее у нас упражнение. И будем двигаться уже домой. Здесь спуск. И нужно будет подняться на подъем. Внизу водичка. Мы находимся, так сказать, определенное болотице. Здесь как камыш есть. Вот. Здесь спускаешься и автомобиль в диагонали встает. То есть, передним колесом ты упираешься. Как у нас Кваджира будет заезжать. Как я сказал, здесь диагоналочки такие, ну, сильные получаются. Тем более, зимний период. Вот что творит, Николай. Вот по жировам. Так, стоковый. Невасик. 663, Виктор. База короткая. Вот, видите как? Сразу налево не получается автомобиля уходить. Вот, не тралился. Come offline, между прочим. Летом здесь сухой песок был. Прям песок, пылище стояло такая. Ты смотри, молодец. Молодец. Дива на шевике. 6.1.2 Ну, вот, и упьешься. Назад. Тоже нетравленный. Здесь легче. 615. А вот, вообще, прям, смотрите, спокойненько. Все-таки, вот, на автомате, я говорю, удобнее кататься. Намного удобнее. А вот, ему тяжелее, да? Получилось. Посмотрите, как легко, а? Александр, 0.40, мило. Вот, давай, 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 давай. Нива, отлично. Нива, 0.40. Нива, 866. Константин. Безумный Макс наш. Здесь они двигатель. Ой, да, двух литров, по-моему, делали они. Сын у него, Артем. Гоняет на ней, конечно. По-взрослому, по-взрослому гоняет. Нет, 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 надо поставить машину, надо поставить. Давай, 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 давай. Да, отлично, красавцы. Ворачивай руль. О, как он. Есть. Не та траектория, пацаны. Ну, красавица, ну, красавица. Вот, герой. Да. Молодец. У вас 130. Ну, молодец. Ну, повеселил. 939-й госномер. Сзади самоблок. 175-я резина узкая. Молодец. О, смотри, как спокойно, да? Вообще спокойно. Вот так вот. Молодец. Всегда так ездит. Оценивает потихонечку, не газует. Ну, молодца. Молодец. Ну, легко, легко. Веселый, ребята, веселый. О-хо-хо-хо. Стоит тяжелый, мать. Стоит. О-хо-хо. О-хо-хо. Вот так вот. Еще одна попыточка заедет. Вот так вот. Молодцы ведет. Молодцы. Так, ребята, ладно, спасибо, что нас приняли, что нас позвали. Нам было очень приятно с вами познакомиться. В следующем будем сотрудничать с вами. Зовите в гости летом, весной на рыбалку. Ну и приезжайте, сами надумайте. Звонок, телеграмм. Да. Тайдайте приезжайте. Поэтому вам спасибо. И мы домой. Будьте здоровы, не валейте. Очень рады были. И всем пока. Давайте, пацаны. Спасибо вам. Вам спасибо. За руку только назад покажите. Летом бы еще полчаса. Ладно, молодец вообще, конечно. Показал. Ты красавец, молодец. Заезжайте. Приезжайте. Приезжайте к нам. Друзья, хочу разыграть трос, кто сегодня приехал и кто сегодня участвует. И нужно будет вам выбрать победителя, на ваш взгляд, кто лучше всего сегодня проехал. Может быть, это буду я. Я не знаю, как вы напишите. То есть вы укажите, пожалуйста, в комментариях, в сообщениях, какой автомобиль, на ваш взгляд, проехал лучше. Чем больше голосов будет на тот или иной автомобиль, тому я подарю динамический трос от компании АВС. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok